Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Два месяца назад родила второго ребёнка, мужа нашла переписку. Точнее, больше похоже на ганьки на форта, с девушкой живой переписки не было, интима нет, чисто флирт, не более. Плакала, обиделась, он сказал, что это дама из другой компании, ему нужно с ней наладить общение, так сказать, сейчас вообще ничего с ней не поддерживать. Вроде и старается, для нас у меня паранойя, одним словом просто, я вскрыл ему весь телефон, всё, что можно, настроила, всю геолокацию и прочее, меня каждое утро трясёт, сняться с ней про измену, просто постоянно не смогла кормить, муж на днях высказался, я совсем на него негативом, а сил нету, я тут и сама понимаю, что перегибаю, мне помогают лишь одна-две бутылки вина в день, муж не знает. Начинаю с утра, к его приходу уже норм, всё, не хочу так жить, больше сливаюсь и просто умираю от своих же мыслей. Фиксным с мужем, по-хорошему, на эти мысли только под градусом, а так меня трясёт и даже рвёт. Женская интуиция говорит, что нет измены, вот совсем нет, а я не могу, а я жить так не могу, боюсь снять на парапет и оставить детей. Ну, собственно, ваша проблематика здесь заключается в том, как мне кажется, что вы не разделяете, во-первых, себя и детей, вот, свели свою роль к материнству, вот, по сути, и забыли о себе как у женщины. Это вот то, что, на мой взгляд, является ключевым моментом. Собственно, с коррекцией данных аспектов я и предлагаю начать. Как начать, в общем-то, и с того, что вы боитесь измены. Дело в том, что страх измены, он на самом деле весьма и весьма такой специфичный, я бы даже сказал, специфичный и, возможно, даже не всегда такой однозначный, потому что на первый взгляд здесь человек не уверен в себе, на первый взгляд здесь человек сомневается, что он, ну, ценен, важен для другого. Но, вместе с тем, это не всегда про это, это может выдавать некую агрессию в отношении себя, вот, это может выдавать и некоторые деструктивные такие тенденции, как вы пишете про, про парапет, например, и так далее. То есть такая вот история тоже может быть. Вот, то есть здесь, на мой взгляд, нужно достаточно подробно все изучить и исследовать, вот, плюс, наверное, нужна коррекция ваших взаимо, ну, ваших взаимоотношений с мужем, конечно, потому что то, как они складываются, да, то, как они выглядят, то, как они выстраиваются вами, то же само, ну, то же само собой влияет на ваше состояние. Вот, обратите внимание, пожалуйста, вот на что. Когда вы увидели переписку с мужем, ну, точнее, переписку своего мужа, вот, когда вы это увидели, у вас ведь не появилось, например, такого желания, да, как, допустим, узнать, например, ничего ему не хватает, да, то есть, вот, ну, именно мужем, то есть, ну, вот, у вас не появилось желание поинтересоваться своим мужем, а что вообще происходит, грубо говоря, да, то есть, вот, все ли его устраивает, все ли ему нравится и так далее, то есть, такого у вас не было, ну, вот, вы просто, значит, начали контролировать его, что выдает, в этом смысле, ваше отношение к мужу, вот. Вы пишите, что он вроде старается для нас, что здесь вы пытаетесь себя защитить, а значит, изначально вы себе как-то особо не доверяли, вот. И, как вы понимаете, вот эта история про измену, да, это резкая история, по крайней мере, резкая она выглядит именно, вот, в вашем рассказе, а может быть, она, ну, в действительности-то и не такая, и не такая резкая, да, может быть, в действительности она более, там, допустим, ну, смазанная, скажем так, вот. Но, вот, как вы это описываете, конечно, получается так, как будто эта история довольно резко и быстро у вас началась, вот. Соответственно, что я думаю? Я думаю, что предпосылки были, предпосылки находятся в том, как вы выстраиваете отношения, значит, с своим мужем, вот. И в этом, в том, как вы выстраиваете отношения со своим мужем, на мой взгляд, скрываются вот эти вот причины, по которым вы, так, отреагировали на его переписку, вот. То есть, это про что? Ну, грубо говоря, про что? Это про довольно-таки такое ограниченное, ограниченное поле, я бы так это назвал, ограниченное поле, значит, ваших с ним коммуникаций, вот. То есть, вы с своим мужем коммуницируете, и я бы сказал, довольно-таки ограниченное, вот. То есть, вы коммуницируете с ним на уровне мужчины и женщины, этого очень мало, и, соответственно, в этом случае, конечно, появляется история про измен. Вот, на мой взгляд, вы в себе довольно плохо видите личность человека, оказывается своими, ну, своими интересами, да, своими взглядами, своими целями, ценностями и так далее. То есть, тут вот тоже постарайтесь обратить внимание, на чем вы конкретно сейчас центрируетесь. То есть, вот, то есть, центрируетесь ли вы, например, только на детях, если вы центрируетесь только на детях, это проблема. Вот это большая, большая, такая, на мой взгляд, большая, серьезная проблема, если вы центрируетесь на детях, потому что, когда человек видит смысл своей жизни, например, только в детях, да, в детях, допустим, вот, то это, конечно, делает его очень уязвимым. Вообще, вообще, центрируетесь, когда человек свою ценность сводит к только чему-то одному, неважно, будь то муж, будь то дети, будь то еще что-то, это всегда вот вызывает такую проблему, потому что вас, в этом смысле, ну, по сути, что происходит, вас лишают возможности быть ценной, вас лишают возможности быть, ну, быть важной, быть собой, вот, вы в этом плане, вы в этом плане зависите от человека, вот, конечно, вы будете переживать, естественно, потому что, но как иначе, вот. Естественно, двойное материнство, то есть, то, что, ну, то, что у вас два ребенка, вот, это, конечно, тоже нелегко, вот, это не может не влиять на взаимодействие между вами и вашим мужем, вот, просто потому, что, ну, дети оказывают существенное влияние на взаимоотношения родителей, вот, а хотим мы этого или нет, вот, это тоже нужно учитывать, на мой взгляд, на мой взгляд, это тоже нужно учитывать, и тоже необходимо это корректировать, чтобы не уходить вот туда, вот, в эту вот, в такую, можно сказать, ну, можно сказать, деструкцию, вот, для этого нужен определенный ресурс, у вас этого ресурса, возможно, нет, и, соответственно, вы, опять же, скатываетесь, вот, по сути, в контроль, да, в ревность и так далее, вот. Очень важно, на мой взгляд, еще увидеть то, как вы сами относитесь к тому, что ревнует, ревнует, вот, как вы сами к этому относитесь, то есть, с чем, с чем вы солидарны, ну, то есть, с чем вы согласны своей позиции, а с чем нет, потому что ревность происходит из определенных установок, эти установки необходимо увидеть и переформатировать, так скажем, то есть, то есть, изменить их, вот, работа с установками здесь тоже нужна, вот. Еще очень важный момент, в какой степени заключается в том, о чем, о чем сказал мой коллега Кутрышов Игорь Леонидович, да, что, вот, ну, про измену вы думаете не просто так, вот, что измена, ну, идея об измене приходит не просто так, вот, идея об измене возникает, не просто так, идея об измене возникает, в результате, скорее всего, вашего собственного опыта, вот, то есть, у вас, вот, есть травмирующий опыт, да, измены, не обязательно. Личный, то есть, ну, чтобы вам, как-то лично вам изменяли это, совсем не обязательно, вот, могут быть, в принципе, и другие варианты, например, варианты, допустим, того, что были, были измены, например, в, ну, в вашей семье, например, вот, что это, это влияет, это влияет достаточно, ну, достаточно сильно, вот, это всегда достаточно болезненно влияет на человека, поэтому, если вот какие-то, ну, какие-то такие вот эпизоды были, да, вот, то с ними, конечно, тоже имеет смысл поработать. Вот, потому что, в любом случае, это будет оказывать на вас влияние. В, значит, вот, 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 вот Вы хотите решить, какую именно проблему вы хотите решить, что вы для себя видите, видите проблемы. Это очень важно, потому что нужна кооперация, кооперация именно вас, психолога. Что касается вина, довольно интересный момент, на мой взгляд. Что такое вино? Вино – это оральное поведение. Оральное поведение – это поведение, связанное с отрывом в любви, то есть есть то, что вы в себе не принимаете. Если есть то, что вы в себе не принимаете, то это же и проецируете измену мыслей о страхе об измене. Вот. То есть это вот такой тоже момент, он достаточно важный. Если я сомневаюсь в себе, если я сомневаюсь в своей ценности, то вот я буду думать, что у меня изменилось. Ну, как бы тут в этом смысле. А в этом смысле всё довольно логично, как мне кажется. Ну вот. Поэтому само собой нужно это всё поисследовать. Вот. Само собой нужно это всё изучить. Само собой нужно это всё рассмотреть и разобрать. Вот. Для того чтобы вот, ну, лучше понимать, что с вами происходит. Вот. Поэтому я бы рекомендовал психотерапию, конечно. Вот. Ну. Сначала вам лично, то есть, ну, вашу личную психотерапию сначала я бы рекомендовал. Ага, уже попробуем, возможно, что-то совместное с вашим мужем. Вот. Тоже. Тоже. Вот. Чтобы улучшить коммуникацию, да, чтобы лучше, ну, чтобы лучше себя понимать и так далее. Это бы лучше мужем, мужем понимать. Это тоже такой очень важный момент, на мой взгляд, в этом контексте. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопросы, которые вы задаёте. А на этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. А я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи. Отога смачтений. И